Так, тем временем для тебя есть вопрос, Таффа. Сколько человек, ну и для нашей аудитории, конечно, сколько человек из всех десяти игроков этого финала играли на всех 15 мажорах по CS GO? То есть из этой десятки, какие игроки были на всех мажорах? Хороший вопрос. Если бы сказал про плей-офф, я бы сразу ответил про плей-офф всех мажоров, я бы сказал бы никто. Там Кримс был последний герой, если я не ошибаюсь. Ну смотри, вычеркиваем, зайву, правильно? Вычеркиваем. РПК мог быть на всех мажорах. Я там старый, вот стартовый, вот так с трудом вспоминаю. У меня там были параллельные трансляции немного в другой дисциплине. И вот там где-то мои знания могут немножечко подвести меня. РПК, ну давай не вычеркивать. На самом деле РПК я тоже вычеркиваю, потому что он забивал на год. Да, да, да. То есть он не играл. Там по-любому минус один мажор или два. Остается восемь человек. Глейв на всех играл или нет? Вот тоже вопрос. Глейв играл тоже не на всех. Тоже вычеркиваю. Глейва вычеркиваем. Так, еще семь. Не вера. Вычеркиваем. Вычеркиваем сразу. Мисута. Не, Мисута не берем. Он сейчас не в игре. А, ну ладно, ладно. Так, хорошо. В итоге остается три датчанина. Остаются три датчанина. Апекс. Апекс. Шокс. И Шокс, да. Ну, чтобы ты понимал, правильный ответ Зипекс, Девайс, Тюпри и Шокс. То есть три человека из команды Астралис. Ну да. Соответственно, Глейв и Мэджиск. Ну да, Мэджиск пришел позже в команду Астралис. Он новичок, он молодой игрок. Он на первых мажорах не играл. Почти все просчитали, вот кроме Апекса. Апекс, да. Апекс не играл неожиданно. То есть он где-то... Интересно, а когда же он пропустил теперь? Я даже сам не знаю. Ну то есть у французов вообще один Шокс. А хотя Шокс, Апекс. А кто у них еще старый? Кэм из Бнивера. А пятый еще кто? А, Зайв. А, правильно. Просто у них Зайв. То есть у них по сути Шокс и Апекс могли участвовать на всех, но Апекс не участвовал. У Апекса 13 мажоров из 15, мне он пишет. Пишут нам, кстати, вот написал нам Данил. В твиттере Дюпри не играл на одном мажоре. Вместо него Зоник играл. У Дюпри была операция. Было такое, да. Но, по-моему, потом вернулся. Зоник играл точно, но, по-моему, у Дюпри был, по-моему, потом, в последних стадиях. Было, было такое, я помню. Спасибо, друзья, что пишете. Не забывайте. Твиттер ТАФА ТВ Синевич, Инстаграм ТАФА ТВ и ЦЕХ ТРИДЕВЯТКИ. Да, Инстаграм ЦЕХ ТРИДЕВЯТКИ. Друзья, наша викторина продолжается. В каких разных командах Апекс играл на мажорах? Что это такое? Что это за... Проверка знаний тут... Надо перечислить команды Апекс. Давай мы будем задавать вопросы. Ну вот, задаем. У меня есть ответ. У меня есть ответ. Так, а куда писать вообще? В чат. Так, Ксения в чате, друзья. Если люди пишут в чат, сейчас почитаем. Вопрос вы слышите. В скольких командах Апекс играл на мажорах? Так, пишут три-четыре. Три-четыре. Короче, правильный ответ, ребята, шесть. Шесть команд было у Апекса. Клан Мистик, LDLC, Титан, N, G2, Виталити. Неплохо так. Если что, Клан Мистик — это одна команда.